Друзья, здравствуйте! У нас продолжается наш матч. Команда Мау Спортс против Контакт Гейминг, теперь на карте Детрейн. И тут все в руках. Не господа бога, тут все в руках. Мне кажется, в первую очередь команда Мау Спортс, у которой Винрейд зашкаливает на Трейне. Ну и Контакты после такого Даста, не знаю, смогут вообще себе взять руки или нет. Я не знаю. И вот мои надежды не сбылись. Все-таки ножи выиграла команда Мау Спортс. В итоге они в защите. И вот тут я уж действительно не знаю, что должны сделать Контакт, чтобы команду Мау Спортс сломить на карте Детрейн. Все-таки статистика далеко не в их пользу говорит. Но пока мы смотрим за медленным раундом. Надо брать пистолетку, надо цепляться за каждый возможный раунд. Вот пока такие полумоменты создавать. Ну и возможно выходить хотя бы на 5-6 раундов в атаке, что было бы идеальным для Контакт Гейминг. Но действительно после Даста в это верится с трудом. Хороший Инферно Контакт показали. У них есть хорошее мираж еще. Но понятно, что такой маппул Мау Спортс не могли позволить Контакт Гейминг и создали для себя максимально комфортные условия. Но после Инферно собрались мышки конкретно. Поэтому тут многие ожидают конечно же от них победы. И первые три очка в рамках ESL Road Tourio. Европейский дивизион. Выход на точку B под флешечки. Робс как-то не сразу стал стрелять. Прямо выцеливал спрыгающих оппонентов. Делает в итоге три минуса. Фрозным подключился биду Шипс. Бомба. Не ставится. Керриган уже в спине. Мау Спортс повели. 1-0 в пух и прах. Разбивают они надежды команды Контакт Гейминг на эти три очка. Соответственно, из-за того, что Плэнт не ставился, Контакт Гейминг, наверное, будут делать эко с глоками. Но мышки, естественно, берут МП и Керриган остается СЗшкой. И, кстати, по-моему, не все у нас мышки даже хотят покупать. То есть, Воксик экономит сразу на ВП, Крижей тоже что-то думает. И как бы еще это не подвело. Ну, видишь, они хотят, чтобы третий был хороший. Ну да. Но все-таки купили Близон и Скаут от Криса Джей. Они понимают, что там все-таки могли быть деглы со вторыми арморами. Поэтому с юспами двоим игрокам не вариант катать. Фроузен у нас туда-сюда ходит с МПХ. Чекает комнату верх-низ. Тем временем Эсперанто с П-250 попробует забрать Керригана с СЗшкой. Теры перетягиваются на синий ящик. Ну и готовится стандартный выход на мидл. Тут, кстати, Керригану может патронов не хватить с его СЗшкой, если прям все массово на него вывалятся. Есть такое. Ну, хотя бы дать там один-два минуса по возможности. Дать информацию команде. Тем более, тут не быстрые тайминги для контакт. Тут не вряд ли будут уходить особо. Керриган даже одного минуса не дал, но дал урона по Эмми. И сразу меняют. Смотри, сразу все-таки разбегаются. Обратно в сторону дома пойдут. И, видимо, на Б. Я посчитал, что после убийства Керригана сразу выскочит на А, но этого не случилось. Но, с другой стороны, сейчас могут на этом тайминге Моуспорс прочитать команду контакт. Тем более, там уже, я смотрю, под комнатой верхний из два игрока находится. То есть информация собирается и по сотке, и по зелени. Ну и уже идет выход на Б, фактически. Ну и выход на Б может получиться, потому что там играет Крижей далеко со скаутом, и бомбу тут точно можно поставить. Крижей проверяет верхний. Выход на него справляется с Эмми, проверяет дальше. Минус от Тант. Тем временем, Робс минус Эсперанто. И тут, конечно, ребята, наверное, жалеют, что они пошли именно через верхний, а не через нижний. Крижей 20 хп, и в итоге ледь не падает. Но, если вы помните, какие девайсы были у нас у команды Конта Гейминг, то они сыграли очень даже хорошо. Теперь у них 5 АК 47-ых, и неплохой бай от Моуспорс. Тут такая спорная ситуация. С одной стороны, жалеют, наверное, что пошли не через нижний, а с другой стороны, могли они ожидать в нижнем игрока с формилкой. Могли. То есть тут, короче, как ни глянь, все плохо. Могли по нижнему пойти на формилку нарваться, и пойти могли по верхнему. Ну да, нам никогда не угадаешь. Мы-то знаем, нам-то виднее, а они-то этой информацией, увы, не владеют. Летит сразу же быстрый смог на точку А. В ответ команда Моуспорс откидывает огромное количество гранатки. Ореган снова решил вплотную занять мидл. И вместе с Крисом Джей не справляется. Забирает аспиранта. Воксик тем временем с бизоном поджал зеленку. Слышит он шрифта, естественно. Стоит пока что за своим ящиком. И все-таки решил отойти. Тем временем Фрозен откидывает смог в комнату верх-низ. Летний спустился, немного нашил. Кстати, Летний стоит. Летний не может лестницу найти. А Фрозен, кстати, почему-то не прошивает. Хотя тут топает же прямо перед тобой. Фрозен, давай. В итоге сейчас смог-то развеяться. Он развеялся. И в итоге Фрозен увидел быстрее. Летний падает. Ситуация 3 в 5. Снова большие проблемы у команды Контакт. Да, пока Моуспорт смотрится крайне уверенно. У нас повторяется история с Дастом. На стартовых раундах. Надеюсь, что найдут в себе силы Контакт все-таки ход событий сломить. Трудно. Понимание на этой карте тоже, судя по всему, не ахти. Играют они против Тир-1. Тир-1, который, конечно, запулил две катки в рамках Роат Турио. Но после карты Инферно ребята собрались очень-очень хорошо. Шипс. Наказывает Керригана на КТ. Минус Воксик. Из Бани. Но он один против троих. Красный по ХП. Это 3-0 польза командой Моуспортс. Вся команда меняет девайсы. В итоге два калаша АУК. Керриган, наверное, снова СЗ-шкой будет, потому что знает ОМЭКа. Хотя нет, ему дали. АУК и... Ну, Воксик ВП возьмет, да? А, Летний вот интересуется по поводу того момента, когда он не мог лестницу найти. Спрашивает, Фрозен заблокировал ли ты его. А на самом деле нет, он просто почему-то не мог залезть. Даже странно. Вроде смотрел. Правильно, на лестницу прыгал, но не смог забраться назад. Воксик с ВП. Крис Джей с формилочкой будет. В принципе, расклад очень хороший у Моуспортс на этот раунд. И экономический для контакта. Уже потеряли игрока на зелени. Воксик отрабатывает. Проверяет дальше. Проходить интересно будет или нет. Нет, просто стоит и контролит. Ну, тут еще один-два раунда и тайм-аут, скорее всего, нас ждет. По-другому никак. Крис Джей с МПХ. Чекает лево-право эсперанто. Тем временем подлез под вагон. Кстати, может сейчас пытаться забрать зеленку? Нет, Крис. Его отстреливает. Но это 3 на 5. Крис Джей. Видишь, Крис в упоре с формилочкой присел. Тут играет спокойненько и все нормально. МП7 у него в руках. Справляется с задачей. Летний вместе с Эмми. У ребят хорошие пистолеты. Крис Джей флешка. Крис Джей в итоге моментально падает. Тем временем Фроузен. Видит за трансформатором оппонента. Откидывается коктейль Молотова. Из-за этого нужно уходить. Ну и в конце концов Оттант последний. Оттант это антигерой. На карте ДАС-2. Тут у него два фрага. И пока что по нулям Эмми и эсперанто. Ну, 4 раунда не страшно. Надеемся, что вот-вот ребята откроются. Ну вот, это АВП для Отто. И если он все-таки должен открываться, как снайпер своей команды, раскрываться, то это именно та карта. Вот у него на Инферно со снайперской винтовкой в защите работала. Очень здорово. Он сейчас попробует на трейнер. Разбегается Контакт. Это не похоже пока что на какой-то супер быстрый раунд. Просто занимают позиции пораньше. Основные. Но комната вверх-вниз уже занята, понятное дело. Игроками защиты. И плюс, посмотри, пытаются играть агрессивно в Маус Спортс под Б. Но они, кстати, так не делали еще. Втроем. Два на нижнем, один на верхнем. Естественно, Крис Жей теперь поднимает. Интересно, почему Крис Диглом... Уже звучал такой вопрос в чате. Вроде как деньги у него есть. А он решил экономить. Наверное, расчет на то, мол, я буду жать. И я, если что, убью с Диглом. А если меня убьют, то меня убьют с Диглом. И я не потрачу денег. В итоге падает Крис Жей. Хотя, конечно, с Эмкой шансов побольше. Но, опять же, решил сыграть. Ты же рассказывал недавно, что даже когда за КТ играешь, одного игрока оставляли, чтобы у него постоянно была хорошая экономика. Чтобы можно было комфортно закупать гранаты и АВИК. И все на все хватало. И команде дроп давать, если что. Ты тоже недавно такую историю рассказывал. Да, Ламач рассказывал. Скорее всего, самый опытный у нас в этом плане. Совсем недавно тренировал команду Мау Спорт. Ну, вот недавно же как раз этот рассказ был. Что один игрок постоянно в защите играет, чтобы экономику держать в порядке. И когда все хорошо получается, один игрок постоянно бегал с Диглом. Ну, очень спорно, если честно. Очень спорно. Потому что в итоге игрок добегался и 4 в 5. Хотя он мог сделать минус, имея, ну, хотя бы... Ну, не Дигл. Мне кажется, просто Дигл такое. То есть, там, МПХ на ближней дистанции, она стоит чуть-чуть дороже. И ты еще и делаешь килл, фармишь. То есть, ты полностью ее отбиваешь. Поэтому в теории я согласен... Я могу сказать, за прямой цитатой к Ламычу обратиться. Ну, да, не, я согласен с этой теорией. На дистанции это может повлиять. Но, мне кажется, не Дигл. Потому что Дигл 750, там МПХ чуть дороже. Я же говорю, может быть, там не Дигл звучал. Но почему-то у меня в памяти именно Дигл засел. Поэтому я тут не уверен. Но это взрыв. Это раунд для команды Контакт Гейминг. У Робса автомат Калашникова остается. Он сейвит в душевых. Его не пытаются найти игроки команды Контакт. Они ушли на зеленку. И Робс выживает. 4-1 общий счет. Бай полноценный от команды Маус Порс. Хотя у Керригана 4-100. Крижей может дать дроп снайпска винтовки, если понадобится. Вокси Кавик. И Крижей сам покупает тоже АВП. Ну и АВП от Отнанда. Ну что же, давайте смотреть. У нас, кстати, уже почти все. У команды Контакт сделали фраги. Только Эмми один остался. У него 0-1-5 пока следует. Ну, смотрим. У нас, если помнишь, на Дасте был такой тоже исполнитель. Без убийств. Опто. Опто погибает. И в итоге Фрозен открывает. Пока что. Тем временем выход на точку В. Тут у нас Воксик делает минус. Летняя. Сделал килл. Воксик делает еще один минус. Воксик. Еще один килл. Ну и до свидания. В итоге Шипс остается последний. И команда Маус Порс. Не знаю, как ты, а я Вестраун на Керригана смотрю. А я специально переключился. Как прочувствовал, что наши камеры-маны распяты. Зато последний фраг показать. Идеально. Посмотреть. Кефа, команда GGBet. 5-5-5 на Контакт. И 1-13 на Маус Спортс. Это уже... На старте Дастер предлагали 1-6 на Маус Спортс. Напоминаю. Да. И можно было тогда неплохо, скажем так, попробовать. Ну давайте смотреть, что сейчас будет. Команда Контакт купила АК-47. Ребята пробуют. Тут надо еще делать скидку на то, что команда Маус Спортс в атаке умеет на троине что-то показывать. То есть это та команда, которая первая начала там демонстрировать атаку на нюке. Интересную, хорошую. И вот на троине тоже они добирать могут немало. Даже сейчас обращусь к статистике. Мне даже не понятно, сколько они там примерно раундов берутся. Воксик проверяет мид. Аспиранто минус Керриган. Ситуация 4-5. Прозен. Неплохо наказывает одного из оппонентов. Но все может закончиться проблемой, если бы летний забрал все-таки Робса. Но получилось немного по-другому. В конце концов ситуация 3 на 3. Воксик забирает нас аспиранто. Робс бежит в направлении зига. И поможет сейчас парням своим принимать точку А. Оттон через центр. Готов действовать. Воксик минус Оттон. И тоже Робса, да, нам показывали? Что-то... Да, да, да. Что-то с абсерверами приключилось. Мне кажется, они тоже уже расслабились. Расслабились, я думаю, наверное, тоже. Вот, собственно, подтверждение моих слов. Я смотрю статистику. 50 на 50 на карте Детрейн у команды Маус Спортс. По раундам за сторону атаки и защиты. Вот вам и статистика. Но это выборка, опять же, не... Понятно, не по всем играм, которые они играли на трейне. А последние вот 11 карт. Но это... Это жестко. То, что вы берете половину в атаке, половину в защите в среднем. Победных раундов. Ну и пистолеты. Вторые и первые арморы. Команда Контакт Гейминг спускается летняя в комнату верх-низ. Тем временем, миддл тоже есть. И парни попробуют сейчас выйти на Аплэнд. Друзья, если кто подключился только сейчас. Это 1-1 по картам. Матч Маус Спортс против Контакт Гейминг. Стадия групповая. Обе команды сыграли два матча всего. И у обеих команд по нулю очков. И вот сейчас как раз-таки между ними они решат, кто заслуживает три очка, кто пройдет дальше. Из группы выходят, если что, четыре команды. Две прямиком в верхнюю сетку и две в нижнюю. Кстати, обратите внимание, завтра начинается СНГ-квалификация. И там правила немножко другие. Там тоже игры Best of Three. Но при этом там Single Elimination. И три команды выходят. Одна идет сразу в полуфиналы. А две команды выходят со второго и третьего места. Крижей минус Аспиранто. Погибает Шип. Ситуация 1-5. 7-1. 7-1. Все, Сеня запел. Значит, интерес точно потерял. Ну правда, ну вот я понимаю, что хочется интригу дарить зрителям. И самому хочется эту интригу видеть. Но правда, ну видно, что тут не могут контакт. Вот сейчас я просто надеюсь на то, что Отто раскроется. Очень не хватает именно этого исполнителя. Это мейн снайпер команды. И это карта Трейн. Где этот снайпер должен раскрываться. Но даже здесь видим, что Отто пока 2-0-7. Он отлично отыграл. Шикарно отыграл на Инферно. На Дасте не будем там как бы брать эту карту вообще в рассмотрение. Но что-то не так происходит на Трейне сейчас. Вот на Трейне все же надо, чтобы снайпер ваш раскрывался. Даже в атаке. Тайм-аут. Пошел, пошел, пошел. Что там в чате пишут? Что-то интересное есть или нет? Да нет, но все уже тоже подустали, приуныли. У нас и техническая пауза была, и такой напряженный Инферно. Вот это самый обидный сценарий, который я рассматривал. То есть я думал, ну выиграют Инферно Мауза, 2-0 и по домам. Я думаю, ну как бы нормально. Но вот самый обидный сценарий, который я рассматривал, я его даже озвучивал на старте. Что Контакт берут Инферно с боем. И вот все на Дасте будет решаться. А Даст у нас получился... Ну вы видели, каким он получился, собственно. И это такой, на мой взгляд, самый обидный сценарий для Контакт. Потому что, с другой стороны, они все-таки карту взяли. И возможно, где-нибудь там потом, если они будут цепляться за какие-то серии, цепляться за турнирную таблицу, то эта карта решит что-то. То есть это неплохо. Это лучше, чем 0. Фроузен с эмочкой. Пока стоит, ждет. Эсперанто тем временем чекает миддл. Зеленки, что ли, решили пойти после таймаута? Хотя нет, стоят на мусорнике. Видимо, будет раскидывать аплэн. Фроузен, в итоге, кинул тайминговый смог. Получил коктейль молотова от игроков. Ой, неплохо работают. Ну вот, знает Контакт такой вот момент на карте Трейн. Как грамотно выбивать игрока из комнаты верх-низ. Ну а если же знаете, что? Тогда глобально так плохо играете. Стояться жду. Керриган пошел на сближение. Смотри, Керриган там опасной позиции. Под соткой находится. Керриган. Ну, пока смог, смог сейчас развеяться. Развелся. Да, но вот этот момент, я думаю, самый будет интересный сейчас. Он отходит. Но при этом Керриган еще и читает. Откидывая еще такую флешку. Дропается на Фроузена Эйми. Ситуация 4 в 5. Неплохо получилось выбить. Керриган. Пробует реализовать АУ. Клеить не ставит. Эп. В итоге ошибается Воксик. Подтягивается Робс. По Воксику инфа стопроцентная есть. Тем временем Робс дождался Эспиранта. Минус шипс. А я напоминаю Эйми и Летний красные. И сейчас 3 на 3. Можно попытаться выбить. Что по смокам. На бомбу, кстати, нет смоков. Но Воксик думает, как ему лучше все-таки отсюда отойти. В итоге занимает свой вагон. Коктейль Молотова, наверное, бросит. Сейчас в итоге кому-то вверх-вниз прилетает. Коктейль Летний начинает гореть. В итоге он сгорает. Ситуация 2 в 1. Потом была инфа. О, там 48. Понимает нас игрок. Нужно присасываться к бомбе. Это 8 в 1. Ну, четко разыграли Моу Спортс. Браво. Да, особенно игрок, который в девятку слезает. Я отконтролил тут последнего снайпера. Оставшегося тоже. Все очень красиво получилось. Ну, бомбу ставили, поэтому можно закупаться вновь в команде Контакт. Правда, закупаться без снайперской винтовки. Это важный нюанс. Нужно попробовать все-таки какой-то быстрый раунд разыграть. Ну, а что? Ну, авось получится. Авось, авось. А, все-таки он взял снайперскую. Окей. Ты понимаешь, авось-то может получиться, но... Но в той-то половине тоже надо играть. Да, вы скажете, диффенс. Можно тащить по-любому. Но с такой игрой нет. С такой игрой, мне кажется, тащить нельзя. Воксик забирает Шипса. Робс в коннекторе. Ждет, пока его продавят. На него выходит Эми. Отличный минус. Ну, прошейте кто-нибудь! Что вы делаете? Бог ты мой! Они просто стоят. Лейти забирает Робса. Приходит Крижей на перекрытие этой позиции. Фроузен уже в спине. Береган с Аугом разбирает игрока на собаке. И Эспирант последний на бомбе. Уже Фроузен с тыла заходит. Не, ну вот этот момент он как бы все показал. Просто у них тиммейты убивают. Рис чувака стоит смог и даже ничьют. Но они такие, не будем палиться. Но при этом мог игрок просто уйти. И все. И они бы не палились. И ничего бы не было. 9-1. Маус Портс. Да, причем вот если там по поводу того, что возможен камбэк за защиту. Я напоминаю еще раз, что по статистике за последних 11 карт Инферно от Маус Портс. У них баланс 50 на 50 по раундам. То есть они еще и в атаке набирают на троине. И это совсем не шутки. Поэтому надо хотя бы в атаке контакт там 5 брать. 6 раундов стараться. Чтобы какие-то надежды были. Пока такая возможность еще имеется. Но все очень тяжело им дается. Эсперанто, коктейль Молотова. Ой, как же много дэмэджа. Причем несколько, когда и не получается. Он пытался найти себе безопасное место, но не получилось. Фроузен играет возле комнаты верх-низ. Тем временем он 2 игроков в контакт в мидле. Давненько, если честно, не видел, чтобы так вот душили. Просто душили. Ребята за дефенс атаку на трейне. Ну, Керригана забрали. Баланс есть. Фоксик, правда, Шипса находит. Все-таки эту позицию не упускает Фоксик. Фроузен перестрелка с летней. И тут Фроузен тоже выигрывает. Ну, казалось бы, уже все видит летний. Трансформатор контролит. Просто Фроузен все равно на уверенности выходит и дает по голове в ответ. Под Б? Или все-таки в комнату верх-низ решили пойти? Эмми упал. Падали, но поднимались, так сказать. Эмми с АК. Пытается забрать трансформатор. Пока что ждут. Прилетает Смок. Робс на собаке. Оттант готов действовать. Оттант в итоге получает хедшот. Эмми. Тридцать пять. Эмми чекает собаку. Десять один пользу команды Маус Спортс. Нет снова денег. Лос-бонус огромный, но бомбу не ставили. Если честно, такие ситуации вообще редко бывают. Чтобы прям, имея максимальный лос-бонус, команда все равно вынуждена была за атаку делать тукабай. То есть играют с теками, деглами и вторыми первыми арморами. Ну, и два раза бомбу не ставили, вот и получают. Я не понимаю, зачем они Инферно выигрывали, зачем. Знаете, вот это тот случай, когда просто наше с вами драгоценное время. Они вообще, знаете, сколько мы участвуем тут? Зачем они это? Не, ну так классно, Инферно. Тащили, тащили. В итоге... Ребята, обращайтесь к Сеянию, бизнес-тренер ваш, по заказу. Час работы его бесценен. Опыта на всю жизнь. Два на Б, три на А. Тут все по дефолту у команды Маус Спортс. Четко они читают своих соперников. Ну, в принципе, знаешь, играют дефолтно, красиво и качественно. Ничего не надо даже сильно придумывать. Все само по себе получается. Были и агрессивные раунды даже в защите у них. Были и дефолтные разыгранные. Сейчас очередной дефолт разыгрывают. В комнатах идеи заканчиваются просто потихоньку. А были эти идеи? Ну, были все-таки какие-то там. Вверх-низ взрывали, выкуривали там. Какие-то выходы под Б пытались сделать. Ну, да, не рабочие, но... Какой-то замысел-то у них был минимальный. Накидываются сейчас флешки на открытый флэн. Пролтон. С АК-47-м. Видит трансформатор. Видит Фома за верх-низ. Видит игроками с шестыми погонами. Фома забирает еще одного минус-отон. Давай эйс! Ай-яй-яй-яй! Оборвал эйс. Игрок команды Контат. Команда Маус Портс. Денег до конца. Контакт. Деньги появляются. Кафе от GGB. Следующие. 15 на Контакт. И на Маус Портс висит замочек. Ребята, замочек это значит, что... Закрыт. Поставь на Маус Портс. Там замочек. Получишь два замочек. Фроузен. Поджал комнату верх-низ. Подключился Керриган. Воксик горит. 44 хп осталось у снайпера команды защиты. При этом в два АВП продолжают играть игроки команды Маус Портс. Эми просел под Б. Воксик красный. Летний. Уда сюда падает. Но Фроузен говорит, иди сюда, дорогой. Летний в итоге уехал. Эсперантон, наверное, попробует мидл сейчас проверить. Или нет. Жипс. На зелени. Минус. По одному теперь решили пойти. Показать мастер-класс. Игроки команды Контакт Гейминг. Но ничего не получилось. Мастер-класс показывает. Крис Жей и компания. Фроузен два килла. Крис Жей два килла. И в конце концов, кому же достанется Эми. Двенадцать один. Маус против Контакт. Сеня, ну что я тебе могу сказать? Да не говори, не говори. Не, давненько, вроде сколько комментим уже, да, в неделю. У нас с тобой пока таких матчей не было. Да, таких матчей вот вообще не было. Ну были прогнозируемые. Там один прогноз я давал, он прям точно сработал. Но тут, чтобы вот на столько... Давайте рекламировать свои прогнозы. Дайки, я говорю, ну нет, их не существует. Я просто их в лайве даю, знаешь, вот это... Причем это, как говорится, я их даю наобум. Ну то есть, конечно, наобум. Опираясь на статистику, которая вообще доступна. Тут не надо быть, ох, там тех, стоп, там какие-то проблемы опять же команды. Контакт, стоп, тех. Что происходит? Ну, да нет, на самом деле, но... Ну все. О, они еще хотят подождать. Too late. What's up? Too late. Play. А, ну все, not live. Что not live? Админ тоже, конечно, not live. Все. Походу, судья тот еще на сервере. Не, на самом деле, пока не произошел первый килл, ты пишешь. Как только первый килл произошел, там окей. Но случилось то, что случилось. Поэтому, конечно же, лайк. Первый отъехал, поэтому нельзя останавливать. Ну, конечно, конечно. А админ, как бы, ну, не контролил этот момент. В итоге не совсем красиво получилось, но благо ребята разобрались без админа. Эйми вместе с тиммейтами в коннекторе. Тем временем, Оттант у нас играет на центре. И, по-моему, команда Контак решила пойти на точку. 5-5. Погибнуть. У него одна и та же схема. И он пытается играть. Фрозен, кстати, нашумел классно, отошел. В итоге они дальше думают, что он играет в комнате, а Фрозен за холодильником. Вот и вся любовь. Ну, 20 секунд. По-моему, напоследок можно засейвить, да, чтобы в последнем раунде... Ну, вариант, да. Или они идут. Они идут на 15 секунд. Вот это выход. Фрозен, минус Оттант. Падает такой вот красный. Рано. Где-то дух Блэйда в воздухе боится. Он попал по робцу, чтобы вы понимали. 13-1, бомба не стояла, денег нету. Летний 7000, он даст за робочек. Ну, более-менее не... Ну, тут... Это же игра не про бай. Это игра про плохую игру команды Контак на трейне. Не, мы самое главное... Мы, цитата, симплата. Мы самое главное видели Даст. И там было все плохо, да? И нам показалось, ну, не их карта, все. А на трейне я не думал, что будет хуже, чем на Даст. А это реально хуже, чем на Даст. Я же говорю, тут был вариант выиграть ножи. Вот именно выиграть ножи и попробовать в защите поработать вот на десяточку, на двенадцатку. Будьте какой-то уверенный, знаешь, минимальную просто в своих действиях. И там попробовать шатнуть Моуспортс в атаке. Но начинать первыми за атаку, на карте, которую Моуспортс намного сильнее, чем у вас, у вас эта карта вообще не выигрывалась за последние три месяца. Вы четыре раза играли, четыре раза проиграли. Причем там разгромно. И, ну, конечно, начинать еще ее за атаку, это совсем беда. Коктейль Молотова возле комнаты вверх-вниз. Такая флешка. Залетает. В апдаун. Тем временем, вот он дождался Криса Джей. Выход на точку Б. Робс у нас играет с Эмкой. Возле дефолта. Ловит флешку. Чекает верхний. Видит. Шипса. Бомба выпала. Робс проверяет нижний. Тут никого. В итоге Робс просто-напросто играет. Минус Эмми. Ассет последний летний. И сейчас Контакт Гейминг кричат просто в Тим Спике. Летний, мы же тебе сказали, выходи нижний. Выходи нижний. Вышел бы, забрал Робса, мы бы взяли раунд. А летний говорит, я ничего не понял. Я по-вашему не говорю. Гуд Халф пишет Шипс и ждем второй половин. Да. Три, пять, четыре, семь. Ну. Все не убивают. Команда вместе. Это главное вместе. Главное вместе. Это классно. Ждем. Теперь. Как всегда. Огромного пазла. Не, ну за КТ как бы пистолетку там второй, третий. Но не откомбетчат. Не откомбетчат. Хотя я допускаю, что сейчас могут показать. То есть терять им уже нечего. Это сто процентов. Играть они, соответственно, могут теперь. Ну просто так раскованно. Нельзя сказать, что прям уверенно. Но раскованно. Потому что можно делать все, что угодно. Шансов, скажем так, не осталось. А когда шансов не осталось, ты можешь показать необыкакую стрельбу. Это единственный вариант для команды Конта Гейминг. Но тут проблема в том, что даже если не начнут комбетчить. Там 9-10 раундов возьмут. И вот в этот момент они задумаются. А вдруг. И вот этот момент сразу руки могут задрожать. И мышки возьмут свои оставшиеся два раунда. Да, тут ты, Сеня, конечно, прав. Самый опасный враг это тот, кому нечего терять. Но с другой стороны. Это онлайн лига. Эта дистанция огромная. И Контакт, ну явно, не похож на ту команду, которую вот сейчас, знаешь, там. На каком-то диком моральном подъеме пойдет. Нечего терять. Всех убьет. Ну просто тяжело это придумать даже у себя в голове. То есть можно помечтать, конечно. Можно посидеть тут и повыдумывать какие-то потенциальные розыгрыши. Но 14-1. Это даже, знаешь, ну восьми хотя бы 4 раунда. Ну хотя бы 4. И уже бы можно было какие-то надежды иметь. Но в 14-1, это по-моему, очень больно. Ну и учитывая опять же статистику Моуспорс. Эти ребята в атаке на троине играть умеют. Немногие команды могут на троине набирать раунды. Моуза это как раз одна из тех немногих команд, которая раунды в атаке на троине берет. И берет весьма уверенно. Поэтому все эти факторы сопоставить, то, конечно, тут уже, как ты там говорил, замочек стоит, да, на Моуспорс. Уже никуда от него не деться на GGBet. Да, замочек там конкретный повесили GGBet. Я, наконец-таки, думал рискнуть. Ага, как там поставлю 100 гривен, получу 10 копеек. На KF 1.0.1. Идеально. 1.0.1. Ты, я вижу, любишь рисковать, да? Ты вообще человек рисковый, я вижу. Да, кстати, только что KF нам снова показали. GGBet 15 дает на Contact Gaming. Кстати, могли бы побольше, если честно. Куда больше. Тут, видимо, 15 раундов прошло, поэтому поставим KF 15. 20 секунд и начало. Ура. Не покупают мышки почему-то. Хотя, наверняка, надо брать первую рамуру. Керриган взял Diggle. Это говорит о том, что Керриган уверен в победе. Он в защите брал ЦЗшку, в атаке берет Diggle. Все правильно. Так, админ готов, и мы едем. Смотри, у нас нет диффузов. Возможно, Эсперанто, конечно, их возьмет. Игроки купили броню, взял раскидку Эмми. Но и диффузы никто не покупает. Эсперанто 800 оставляет. Интересно. Очень интересно. Эсперанто. Эсперанто. Давай, Эсперанто, показывай, мастер-класс. Оп-оп-оп! Нет, Керриган. Вешай. Вот и дигл. Но Керриганы сейчас должны, мне кажется, разбирать. Керриган. Какая-то под новой вышкой. Пытается с диглецом-то сыграть. Но, ребят, выходите уже на Б. Керриган сейчас зажимает. Керриган, как волк, пытается отстреливаться. И вот тут пуша три человека. Он еще забирает шипса. А-а-а-а. Выход это таки на Б-планет. А на Б-планете бомба ставится у нефтяного. Робс. При этом диффузов у нас нет. Может быть, надо подобрать их где-то. Эми со смоком. Роб, кстати, сейчас, наверное, погибнет. Да. Робс падает. Почему-то не проверил этот угол. Соответственно, хорошая позиция у Эми. Но нет, Воксик не справился. Два на три. Умирает Воксик. Два на два. Кроузен. Видели. Крижей остается за собакой. Тут два игрока у нас у команды Моуспорс. Но это, кстати... Напоминаю, диффузов у них нет. Я напоминаю, диффузов нет. И в итоге летний отъезжает. 15-1. Ну, Херриган. Герой этого раунда в итоге. Без армора там вышел. Два хоть что-то повесил. Ну, что, купил Диггл на уверенности. И двоих убил. Все нормально. Вот так-то. Кстати, а какая разница между Дигглом и П-250-м? Интересно. Вот такие вот такие ситуации. Мне кажется, с П-250-м он тоже мог бы так же убирать. А патронов побольше. И плюс какая-то граната есть. Но это так. Это, знаешь, пистолет Престижа. Такой необычный выбор девайса на пистолетный раунд. Да, конечно, Форсет Контакт Гейминг. Тут другого выхода нет. У нас сколько там? 14 матчпоинтов у Моуспорс. Нормально. Комфортно. Паутону, кстати, уже попали. Шипс. Готов поджимать точку Б. Моментально погибает от Робса. Робс вообще не что-то. Смотрелся, было круто. Но Робс ему не оставил шансов. Ну, исходя из того, что зеленка есть, мидл есть. То есть сейчас коннектор, по идее, займет Крис Жей. Попробуют, наверное, кого-то перетянуть. Но не перетягиваются ребята из команды Контакт Гейминг. Они стоят дальше на... Так вплотную перед мидлом и верхнизом. Тем временем Керриган оказывает Эсперанто. Эми понимает, что сейчас и слева, и справа будут пушить. Фроузен выходит, забирает Тотанда. Сгорает в коктейле Молотова своем же. Эми наказывает Крис Аджей. Эти временем ошибается Скаут, и Робс ставит точку. 16-1. Поздравляем команду Моуспорс. Они побеждают на трейне и побеждают в этом матче Б.О.3. Ура, ура, ура. Спасибо вам, зрители, что вы были с нами. Спасибо тебе, Сеня, за отличную работу на этом матче. И мы надеемся, друзья, что вы завтра снова к нам придете с Сеней. И посмотрите наш матч. Ну, не наша команда, которую мы будем комментировать. Так что будем вас ждать. Очень интересно. Ну, а параллельно смотрите еще Counter-Strike, который проходит на первом канале. Пока, друзья.